Всех приветствую на канале Татьяна Темис. Если вы желаете поддержать канал, ссылка в описании. И не забывайте подписываться на канал. Тема номер 27. Тема. Безработица, ее причины и последствия. Вспомним, в чем заключаются характерные особенности рыночной экономической системы. Каковы экономические цели и функции государства. Чем объясняется неравенство доходов. Какие возможны экономические меры социальной поддержки населения. Что такое предпринимательская деятельность. Подумаем, каждый ли имеет право на труд. Какой труд важнее, умственный или физический. Может ли подросток совмещать учебу и работу. От чего зависит размер заработной платы. Как не оказаться безработным. Каждый человек ставит перед собой различные цели, в том числе экономические. Например, получить профессию, иметь устойчивый источник средств к существованию, возможности отдыха и другое. Осуществление этих целей во многом зависит от желаний и способностей человека трудиться. Каждый ли имеет возможность заработать себе на жизнь? Что делать, если человек готов трудиться, а подходящего ему места работы нет? Безработица. Спутник рыночной экономики. Исключительное право граждан распоряжаться своими способностями к труду закреплено законом. В Конституции Российской Федерации указано – труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Трудовой кодекс Российской Федерации признает право каждого работника на справедливые условия труда, защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве. При командной экономике было монопольное право государства на использование труда и предоставление работы. Государство обеспечивало стопроцентную занятость трудоспособного населения. И в этих целях поддерживало даже убыточные предприятия. С развитием рыночных отношений в обществе на смену общественному и коллективному труду приходит преимущественно частный индивидуальный труд. Значительная часть населения работает не на государственных предприятиях, а в организациях частного типа. Труд в рыночной экономике носит добровольный характер, экономическая свобода производителей, в частности, свобода принятия решения о найме и использовании работников. Добровольность занятости в рыночной экономике работник обладает свободой выбора наиболее выгодного варианта приложения своего труда приводит к тому, что трудоспособный человек не всегда может найти приемлемую для себя работу. Это способствует возникновению такого связанного с занятостью явлений, как безработица. Она является постоянным спутником рыночной экономики, с которым сталкиваются практически все страны мира. Документ. 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 Все это препятствует росту благосостояния всех граждан страны. Для общества и отдельных граждан важна и социальная сторона безработицы. Человек лишается важного источника дохода – заработной платы, а нередко теряет и квалификацию. В результате снижения доходов из-за безработицы происходит падение благосостояния граждан. Размер пособия по безработице не в состоянии обеспечить нормальный жизненный уровень. В условиях постоянного роста цен на товароуслуги. Безработица – серьезное испытание для самого безработного. Он теряет, как правило, чувство уверенности в себе, полезность окружающим и самоуважение. Может ухудшиться его физическое и психическое состояние. Особенно опасна безработица среди молодежи, чья недостаточная профессиональная подготовка или отсутствие специальности затрудняет решение проблемы трудоустройства. В этих условиях некоторая часть молодежи может выбрать для удовлетворения своих потребностей образ жизни, не связанный с трудовыми усилиями, и пополнить преступную среду. Как снизить экономические и социальные сдержки безработицы? Опыт стран с развитой рыночной экономикой подтверждает, что рынок не способен сам по себе решить проблему безработицы. Здесь необходимо содействие и помощь государства. Роль государства в обеспечении занятости. Поскольку одного лекарства от безработицы не может быть, правительство использует целый набор методов. Основные направления этой деятельности – создание условий для занятости и реализации мер социальной защиты от безработицы. Правительство России решает эти задачи в соответствии с законом о занятости населения в Российской Федерации. Для обеспечения занятости государство стремится снизить уровень безработицы, принимая следующие меры – создание условий для переподготовки и повышения квалификации работников, деятельность центров профориентации, учебных центров. Предоставление информации о потребностях ферм в работниках и содействии в трудоустройстве безработных, ярмарке, вакансии, молодежной бирже труда, поддержке изданий по вопросам трудоустройства, меры по сглаживанию негативных последствий безработицы, профессиональное обучение безработных, выплаты пособий по безработице, организация общественных работ. Основными путями поиска новой работы, как подтверждают многие исследования, являются средства массовой информации, Федеральная государственная служба занятости, получение информации от друзей и знакомых, непосредственное обращение к работодателю. Особенно в поддержке государства нуждаются самые молодые работники. Для помощи молодежи государство предоставляет льготы по уплате налогов фирмам, использующим преимущественно труд молодых, создает центры обучения по наиболее востребованным профессиям. Развивающиеся рыночные и экономические отношения, рынок труда, свобода выбора, реальная безработица, требуют специальных усилий со стороны общества для оказания помощи подросткам и юношеству в профессиональном самоопределении. Образовательные организации стремятся оказать информационную и психолого-педагогическую поддержку будущим выпускникам школ, колледжей в решении карьерных вопросов. Учащимся необходимо осуществлять выбор оптимального варианта нахождения своего места в обществе с ориентацией не только на сегодняшний день, но и на ближайший прогноз развития страны и своего региона. Какие специалисты профессии будут наиболее востребованы в обществе в 21 веке? Нас ждет общество, активно использующее инновации все больше, стремящееся удовлетворить свои потребности в информации. По мнению экспертов, самыми востребованными профессиями в России будут следующие – инженер, программист, менеджер по продажам, переводчик и лингвист, врач, педагог, нанотехнолог. Познакомиться с этими специальностями, узнать, какие растущие потребности населения и экономики они способны удовлетворять, можно в интернете, используя специальные информационные ресурсы интернета. На современном этапе экономического развития государству выгодно стимулировать самостоятельную активную деятельность граждан по обеспечению собственной занятости. С этой целью и создана Федеральная государственная служба занятости населения. Ее главная задача – создать условия для реализации личностью своей инициативы и творческих способностей. В частности, задача службы занятости – снять препятствия, мешающие людям сохранить или приобрести рабочее место, отсутствие информации о профессиях в рабочих местах, нехватка квалификации, ограниченная трудоспособность, семейные обстоятельства и т.д. В целях создания условий для самозанятости в нашей стране принята специальная программа поддержки малого предпринимательства, которая помогает открыть и сделать успешным собственное дело, обеспечив себя и свою семью средствами существования. Для поддержания достойного жизненного уровня своих граждан и сохранения социального мира в стране государству необходимо использовать различные меры помощи населению в поисках работы и трудоустройства. Мудрые говорят, в пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком с ней по личному опыту. Гелбрейт, американский экономист. Годы жизни 1908-2006. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... ...